В Центральной России аномальное потепление. Ждать ли снега на Новый год? Узнал наш корреспондент в Тверском гидрометцентре. Об этом прямо сейчас. В Тверской регион на смену снежному циклону Ваня пришел Атлантический. Днем аномально теплая погода на 5-8 градусов выше климатической нормы. А вот ночью по утрам будет по-прежнему минусовая температура. После продолжительных морозов в Россию пришла оттепель. Жители всей центральной части России, в том числе и тверичане, ощутили потепление. Ведь теперь у нас вместо сугробов лужи. По информации синоптиков гидрометцентра, в течение недели в регионе ожидается дождь и мокрый снег. Вторничный день очень теплый. Мы попадаем в теплый сектор циклона. Поэтому еще впереди у нас дождь, который уже начался в западных районах. И постепенно будет смещаться на территорию всей области. До конца недели, в принципе, мы ожидаем неустойчивую теплую погоду. С временами будут эти осадки разной интенсивности. То есть снег, то мокрый снег и не исключенный дождик. По предварительным прогнозам, небольшое похолодание будет с воскресенья на понедельник. А это значит, что надо быть внимательными. Метеорологи прогнозируют гололедицу и ледяные дожди. К Новому году ситуация в регионе существенно не изменится. И вероятно, что 31 декабря мы будем встречать под мокрым снегом. Сейчас доступен путь атмосферным фронтам циклона с Атлантики. То есть вот совершенно свободно циклоны. Они, да, они идут, вот если взять Тверскую область где-то, вот мы вот здесь находимся. Они беспрепятственно, да, сами циклоны идут севернее нас. Но все равно путь с запада на восток открыт для теплого, влажного атлантического воздуха. По предварительным прогнозам у нас на начало января месяца опять тепло. То есть если у нас и будет холод, то опять незначительный этот холод. Коммунальщикам, впрочем, от таких прогнозов не легче. В Твери продолжают бороться с рекордным количеством выпавшего снега, который намел циклон Ваня. Из-за перепада температур в регионе возможен гололед. Поэтому пешеходам и водителям советуют быть аккуратнее.